Новый портал на Страны Советов. Можно я подсяду и Бро на Жигулях. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Гордеев и я расскажу о самых обсуждаемых городских новостях на просторах интернета. Вот что нам удалось подсмотреть в сети сегодня. Во время пятничного дождя на улице Страны Советов образовался очередной портал. Знающие люди поговаривают, что он там давно напрашивался, но для большого количества автомобилистов его появление оказалось полной неожиданностью. О, метро, написала в комментариях Ольга. Только совсем недавно там клали новый асфальт. Браво, отреагировала другая Ольга. На ремонт провала, чтобы не сильно проваливался, уже предложил начать сбор средств Хенрик. Возможно, службы борьбы с порталами уже исправили ситуацию, но те, кому надо было телепортироваться, наверняка успели это сделать. Будьте аккуратнее на дорогах. Вот бывает же такое. Заходишь в общественный транспорт, оплачиваешь проезд, а там нет мест. Но у тебя как раз с собой стул. Совершенно случайно. Именно такую картину запечатлел один из пользователей соцсетей в ростовском автобусе. Комментаторы, как обычно, не скупятся. Если ты купил стул, почему бы не сидеть на нем? Я бы тоже так сделала. Меня водила маршрутки не пустил с диваном. Дискриминация какая-то. Еще комментарии при резком торможении только пятки сверкнут. Ну и мое любимое, ностальгическое. В маршрутке Ростов-Новочеркасск в 2007 году водители выдавали скамеечки маленькие, сесть в проходе, желающим доехать, когда сидячих мест не оставалось. В общем, все свое ношу с собой. Автобусная версия. Йоу, бро, крутой номер, бро. Какой бро? Ну, бро, бро. Не знаю, чей это бро, но номер его авто удивил некоторых пользователей. Стоп, а что, такие еще остались? Номера четыре цифры, задумалась Елена. Андрей дальше подсказывает. Это номер еще практически советский. В 89 году получали с буквой «э», а тут «б». Ну и блатной номер, судя по «ро», осторожно намекнула Наталья. Чаще, друзья, смотрите по сторонам. В удивительное время живем. Ну что ж, это все обсуждаемые новости из интернета на сегодня. Фильтруйте информацию в сети, а если заниматься этим некогда, мы все сделаем за вас. По будням на телеканале Дон-24. Еще больше новостей на сайте Дон-24.ру. До встречи.